Всем привет! Вы смотрите новости на канале Нинтенда. С вами Алиса, и это наш 33-й по счёту выпуск. А 33 — это столько же, сколько миллионов Mario Kart 8 Deluxe продано по всему миру. Только вдумайтесь, эта игра есть почти у каждого второго владельца Switch. А ведь речь о гонках. Просто фантастика, как они это делают. Впрочем, ладно, перейдём к новостям. Сегодня речь пойдёт о двух разных частях Monster Hunter, а также о следующих Story of Seasons и Disgaea. Но одними лишь японскими играми мы не ограничимся. Также поговорим о западных компаниях Bethesda и Blizzard, и о скидках на западные же хорроры. Ну а под конец я отвечу на ваши вопросы. Камера, мотор, начали! Одни из главных новостей этой недели коснулись серии Monster Hunter, той самой, которая не так давно обзавелась экранизацией с Милой Йовович. Японское издательство Capcom провело презентацию и рассказало, что долгожданный ролевой экшен Monster Hunter Rise обзаведётся ещё одной демо-версией, которая станет доступной уже в эту пятницу, 12-го числа. А если вы уже определились с покупкой, и даже без всяких демок купите новый Манхан, чтобы с 26 марта играть без ограничений, то вас порадует другая новость. Capcom обещает регулярно выпускать для Monster Hunter Rise крупные обновления со свежими заданиями, испытаниями и чудовищами. Первый такой апдейт выйдет уже очень скоро, в апреле. Вы ещё даже игру пройти не успеете, как в неё уже бесплатно добавят новые миссии. Первым дополнительным монстром станет Хамелиос. Кроме того, стала известна дата релиза родственной ролевой игры Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Эту новинку следует ждать 9 июля. Причём заодно Capcom объявила, что игра больше не эксклюзив, она в тот же день выйдет ещё и на ПК. Если учесть, что у Nintendo Switch ничего не отбирает, то эта новость, наверное, хорошая. Мы не жадные, пусть бояре тоже играют. Лишь бы платили, а не качались торрентов. Если обычная Monster Hunter Rise — это скорее ролевой экшен с центральным хабом селением, то в Monster Hunter Stories 2 геймеров ждёт остросюжетное путешествие по большому миру, как это принято в РПГ. Кроме того, Capcom обещала и новые фигурки Амибо с персонажами Monster Hunter Stories 2. Но пока эти NFC-прелести запланированы как эксклюзивы американской торговой сети GameStop. Как их купить из России, сейчас непонятно. Также на днях стало известно и когда ждать тактическую ролёвку Disgaea 6 Defiance of Destiny. Англоязычная версия для европейского и американского региона выйдет 29 июня. Причём, похоже, что вот она-то как раз будет доступна только на Switch, хотя в Японии эта игра выходила и на консолях PlayStation. Это решение весьма странное, если учесть, что предыдущие выпуски серии чаще всего посещали именно консоли от Sony, в том числе и на Западе. Но похоже, что издатель не сильно рад их продажам и теперь решил сделать ставку на версию для Nintendo Switch. И в продолжение темы странных японских игр. Новая Harvest Moon уже вышла на Switch. Только учтите, что нынешний Harvest Moon не совсем настоящий. Создатель серии уже давно ушёл в свободное плавание и теперь выпускает игры под брендом Story of Seasons. Причём в конце марта как раз появится очередная. А под названием Harvest Moon свои невероятные творения выпускает старый издатель этой серии. И если в издании игр он хорошо разбирается, то в разработке немного не очень. Во всяком случае, Harvest Moon из раза в раз получается хуже, нежели Story of Seasons. И новую игру тоже не хвалят. Можете считать, что мы вас предупредили. Фанатам жанра рекомендуем подождать Story of Seasons. Определённо не за горами и ремастер Шинмегами Tensei 3 Ноктюрн. Если быть точной, то он уже даже вышел в Японию, причём ещё в прошлом году. Ну а теперь появились намёки и на скорое появление этой GRPG в США и Европе. Ремастер уже даже получил возрастной рейтинг для американского региона. 17+, в переводе на русский. Наверняка очень скоро и для Европы все юридические формальности тоже уладят. Так что я бы рассчитывала ближе к лету уже увидеть SMT 3 Ноктюрн в магазинах, как минимум в цифровых. Картриджи к нам не факт, что завезут. Теперь от конкретных и небольших новостей перейдём к более далеко идущим и глобальным. Еврокомиссия наконец-то одобрила сделку Microsoft и Bethesda. То есть теперь американский гигант действительно станет владельцем одной из самых знаменитых игровых компаний. Причём для нас, для игроков Nintendo Switch. Эта новость может быть важной, потому как Bethesda с первых же дней была очень лояльной гибридной консоли. Skyrim, Wolfenstein, Doom — все эти игры очень неплохо портированы на Switch и достаточно популярны на ней. Я и сама очень люблю портативный Elder Scrolls, например. Вполне возможно, что теперь отношение Bethesda к Switch изменится. Хотя не исключённый вариант, что Microsoft наоборот задействует свою широко известную лояльность к Nintendo, и мы даже окажемся в выигрыше. Посмотрим, к чему это всё приведёт. Весьма интригующим и перспективным выглядит и заявление Blizzard. Авторы Диабла, Варкрафта и всяких там Overwatch'ей столкнулись с тем, что им скоро уже станет не с чего делать ремейки, ремастеры и переиздания. Прямо так и заявили, что им придётся создавать новые игры. Неясно, как разработчики переживут эту трагедию. Однако для игроков это может быть интересным. Есть, правда, важный нюанс. Остались ли в компании Blizzard люди, способные создавать классные игры? Я, если честно, уже не уверена. Слишком уж мало у них было практики в последние 10 лет. Кстати, о новых играх. У меня тут как раз экстренная вставка об одном важном анонсе. Люди, создавшие культовые в узких кругах битэмап Раскотта Пеллигрима, вместе с создательством Dotemu, ранее выпустившим 4-ю Street of Rage, трудятся над новой игрой про черепашек ниндзя. Новенький битэмап будет весь из себя в стиле игр времён Mega Drive, NES и SNES. Сохранит и визуальный ряд очень похожий, и характерную для той эпохи структуру уровней и дизайн рукопашной боёвки. Проходить будет можно и в одиночку, и вчетвером, чтобы уж точно накормить шреддеры с жаренными гвоздями. Точная дата выхода пока неизвестна, но игра будет и на консолях, и на ПК. И напоследок парочка слухов. Мы вам стараемся подавать только проверенную информацию, но в то же время мы понимаем, что тема новой модификации Switch очень волнует многих людей. Потому сообщаем. Согласно слухам, NVIDIA уже почти прекратила производить чипы Tegra, которые лежат в основе нынешних Switch. Это означает, что уже летом стоит ждать обновленные версии и гибридной консоли, и портативный Switch Lite. Вполне логично, что они будут несколько более производительными. Вполне возможно, что на них даже портируют игры, которые не в состоянии потянуть нынешний Switch. Но эксклюзив для Switch Pro ждать не следует. Nintendo не раз обновляла свои портативки, и все всегда ограничивалось только лишь парой портов и переизданий. Японская компания никогда не создавала новые игры специально под более мощную модификацию. Да и какой в этом смысл? Зачем продавать новую Зельду 5 миллионам владельцев Switch Pro, если можно продать ее 90 миллионам владельцев всех версий Switch? От продаж к распродажам! Поговорим о лучших скидках на игры для Switch. Парам-парам-пам! Как насчет, например, присмотреться к симулятору MXGP3 мотокросса по буэракам? Понятия не имею, насколько хорошей или плохой вышла версия для консоли Nintendo, но в целом эта серия считается приличной. И сейчас на Switch-версию действует скидка в 90%. Так что если когда-нибудь рисковать, то именно сейчас, в наиболее выгодный момент. Кроме того, в Nintendo и Shop распродают серию хорроров Amnesia Collection. Скидка сейчас составляет 80%. Заплатив всего 420 рублей, вы получаете с Dark Descent, Machine for Peaks и Justine. Три хорошо принятых фанатами жанра игры. Вы получаете страшное приключение на много часов, и впечатления от его прохождения наверняка останутся с вами надолго. Третьим же и последним пунктом я посоветую присмотреться к культууму в узких кругах, но очень странному трэшовому приключению Demetris. Оно сейчас стоит всего 49 рублей вместо обычных пяти сотен. Плюс у него есть демоверсия, так что вы можете и бесплатно с ним познакомиться, и купить за копейки. При этом вся игра длится часов 8-9, так что ее хватит вам на неделю. Со скидками разобрались? Теперь пришло время отвечать на ваши комментарии, в которых вы пишете всякое там про полочку, что-то вы думаете, фантазируете. А вопросов почти не осталось. Прямо беда. Я призываю вас быть активнее, давайте больше общаться, жду ваших новых вопросов, готовы два же звонить в Ubisoft. В общем, вы поняли. Давайте к вопросам. Первый комментарий. Хочется уже увидеть Switch Pro и вторую Зельду. Эх, а ты японцев из Нинтендо, пока дождешься. Ну, у нас же в Нинтенде нет японцев. Ну, а если серьезно, мне кажется, для того, чтобы создать качественную игру, нужно много времени. Второй вопрос. Обзор нового Harvest Moon на Nintendo Switch будет ли? Обзора, скорее всего, нет, но мы рассказали о ней в этом выпуске. Третий вопрос. А есть какая-то логика, принцип или секретность расстановки предметов на полочке? Я сама задаюсь этим вопросом каждый выпуск. Особенно, когда там стоит две чашки с кипятком. Четвертый вопрос. Можно, чтобы полка держала мужика? Да, 1 апреля посадим мужика на полку. Ну что ж, как известно, все хорошее когда-нибудь подходит к концу. Это были новости Нинтендо. Если они вам понравились, ставь лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик, задавай свои вопросы. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok